МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть такая профессия. В Бобруйске продолжается призыв на военную службу. Более 500 призывников уже прошли медицинское освидетельствование. Какие контрольные цифры? Отблеск жизни. ГАИ проводит единый день безопасности дорожного движения. С рейдовым мероприятием подключатся экипажи специального подразделения ДПС «Стрела МВД». Чего не терпит дорога. Удобные, как такси. В автобусном парке номер 2 пополнение. Приятно смотреть, что город оживает, и дороги ремонтируются, и транспорт новый. Очень хорошо. Где колесят современные мазы. А также открытый микрофон и праздник хлеборобов. Дожинки 2024 прошли в Бобруйском районе, как отметили отличников. Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Президент встретился со студентами вузов инженерно-технического профиля. Разговор прошел в формате открытый микрофон. Это диалоговая площадка, где каждый может задать Александру Лукашенко интересующий вопрос и получить искренний ответ. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники учатся свыше 11 тысяч человек. Подготовка ведется почти по двум десяткам специальностей. Вуз задействован в программе развития микроэлектронной промышленности государства. Президент оценил разработки и прокомментировал практическое применение новинок в отечественном ракетостроении. Белорусский лидер назвал приоритеты государственной политики страны на следующие пять лет. В нашей стране существует традиция давать названия каждому наступающему году. А как вы думаете, чему стоит посвятить 2025 год? Году качества. То есть у нас будет второй год подряд год качества? Даже пятилетка. Я об этом думаю сейчас. Это важнейшая тема и почему я, откровенно говоря, недоволен ни средствами массовой информации, ни тем, как у нас это проходит этот год качества. Он не звучит, во-первых. А если не звучит, значит, этим страна и не живет. А это же важнейший вопрос. Более важного вопроса для Беларуси нет. Потому что все, что мы производим, мы за счет этого живем. А все, что мы производим, производит весь мир. Тракторы производят весь мир. Автомобили производят весь мир. И не хуже нас. Сельхозтехнику тоже самое производит весь мир. И прочее, калийное удобрение, нефтепродукты, нефтепереработки. Это все делает весь мир. А как тогда нам жить? Мы же хотим свое продать. А как продать, если будет качественно? Перед инженерной отраслью стоят серьезные задачи, которые определяют будущее страны, подчеркнул глава государства и напомнил про необходимость провести научно-техническую революцию. Сегодня рассматривают возможность создания на базе профильных вузов хай-тек инкубаторов центров прогрессивной мысли. Бгуир должен реализовать подобный проект, убежден президент. Кроме того, Александр Лукашенко обсудил с молодежью национальную безопасность, технологический суверенитет. Встреча длилась почти три часа. Теория жизни. ГАИ проводит единый день безопасности дорожного движения под девизом «Не будь невидимкой, засветись в темноте». Так, госавтоинспекторы привлекают внимание к проблеме дорожно-транспортного травматизма в условиях сокращающегося светового дня. Посещают трудовые коллективы и учреждения образования, где напоминают правила безопасного поведения в темное время суток, разъясняют необходимость использования фликеров и одежды повышенной видимости. Повышенное внимание будет уделено отработке аварийно-опасных участков дорог. К рейдовым мероприятиям подключатся экипажи специального подразделения ДПС «Стрела МВД». За прошлые выходные дни в Могилевской области зарегистрировано ДТП, в котором один человек получил травмы. Сотрудниками ГАИ области выявлено 605 нарушений ПДД, задержано 12 пьяных водителей и 29 бесправников. 99 пешеходов привлечены к административной ответственности. Здравствуй, юность в сапогах! В Бобруйске продолжается осенний призыв. Ему подлежат молодые люди от 18 до 27. Нынешняя компания движется в плановом и, как говорят сами военные, штатном режиме. В комиссии рассмотрят около 250 дел. Большинство из них – выпускники среднеспециальных учебных заведений и юноши, прошедшие отработку на первом трудовом месте. Из 700 граждан, подлежащих призыву, более 500 призывников уже прошли медицинское освидетельствование. В настоящее время проходит активный период заседаний призывными комиссиями и определение места службы молодыми людьми. Отправка граждан, призванных на срочную военную службу, к месту несения службы начинается с 22 октября. В последние годы, кстати, в Бобруйске и районе снижается число уклонистов. С 2024 для них ужесточились наказания. Если раньше штраф грозил до 200 рублей, то теперь цифра выросла на тысячу. До последнего зернышка в агрогородке Ленина Бобруйского района прошел фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2024». Вместе с аграриями эмоции разделил Роман Костюков. «Дожинки» – уже традиционное событие для белорусских аграриев. Каждый год чествуются лучшие из лучших, а жителям районов устраивается грандиозный праздник. В этом году в Приберезинском крае фестиваль-ярмарка проходит в агрогородке Ленина. Начало праздника в 14 часов. В торжественной обстановке здесь открывают новую детскую площадку. «Очень долго ждали площадку, и мы очень рады, что ее установили. Я могу на тренажерах позаниматься, поиграть в футбол, в баскетбол, покататься на качелях, с друзьями побеседовать. Я успела поиграть на горке, еще на качелях, и там футбол». «Площадка нравится?» «Да». В продолжении программы – праздничное шествие. Все гости дожинок проходят по населенному пункту, вплоть до главной сцены. Уже на месте под звуки фанфар и аплодисменты на сцену приглашаются коллективы сельхозпредприятий района. «В достижениях поставленных целей и благополучия в работе». Награды лучшим. После слов поздравления от руководства района и приглашенных гостей, праздник вступает в самый торжественный момент – черствование победителей соревнования. Аграрии Приберезенского края собрали весомые караваи – свыше 31 тысячи тонн зерновых и зернобобовых. СПК-гигант пожинал плоды во время уборочной, теперь же целый венок из достижений. «Я считаю, что в следующем году мы зимим восьмитысячным урожаем. Погода не подведет, люди уже у нас настроены, условия созданы для труда. Ну и обеспечение в хозяйстве как техникой, так и с сопутствующими материалами тоже все на высоком уровне». Все начинается с человека. Таких показателей ни за что бы и не было без простых тружеников. Весь сезон они трудились не покладая рук, и сегодня их заслуги признают во все услышание. Лучшим по намолоту в районе стал старший комбайнер СПК-гигант Николай Зуб с показателем в 1502 тонны. «Потом, силою, урожайностью хорошую, многолетием, стажем добились такого результата. С каждым сезоном все больше и больше опыта набираешься, с каждым годом нам много помогает». «Эмоции очень хорошие, потому что мы своих результатов добиваемся сами, как бы старанием, умением с каждым годом. Ну, как бы земля не подводит тоже свое, дает». Бобруйский район на постоянной основе становится победителем во многих областных соревнованиях. Так, за прошлый год в Копилке победа по производству картофеля. Третье место – по молоку. Второе – по социально-экономическому развитию. Всего этого не было бы без отлаженного взаимодействия вертикали власти, руководителей предприятий, рабочих на местах. «Работали в оптимальные сроки, слажено. 43 экипажа комбайнов на разных культурах работало. Техника не подвела, закончили уборочную, сдали госзаказ. Остались с зерном и с фуражом. Это, я считаю, достойный результат». Дожинки – это не только про подведение итогов прошедшей уборочной, но и в какой-то степени определение планов и целей на грядущий год. Так, в 25-м в районе появится два новых молочно-товарных комплекса, которые позволят создать порядка 80 рабочих мест и повысить объемы производства. А это, в свою очередь, весомый плюс в экономику. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Удобные, как такси. В автобусном парке номер 2 – пополнение. Четыре комфортабельных МАЗа уже вышли на маршруты номер 6, 5D, 14 и 15. Новый транспорт без европейских и американских узлов и агрегатов может перевозить 101 человека в варианте планировки салона с 23 сидячими местами, 89 при установке 32 мест для сидения. Предусмотрен трап для заезда колясок. Внутри установлено табло для информирования пассажиров. Я заметила, что в автобусе очень чисто, красиво, здесь удобно, как в такси. Автобус очень удобный, комфортный, аккуратный, чистенький, конечно, свежий, потому что новый. Приятно смотреть, что город оживает, и дороги ремонтируются, и транспорт новый. Очень хорошо. И чистота, и удобство. Смотрю, камеры у водителя есть, и салона, и проезжие части. Очень удобный автобус для водителя. Особенно сидение с подогревом, легко управлять. Со всех автобусов, работая с 2001 года, это самый лучший автобус. Автобусный парк номер 2, напомним, приглашает на работу водителей категории D. Зарплата 1600-2700 рублей. Возможно переобучение с категории C на D за счет предприятия. Справки по телефону 73-68-43. Мы то, что мы едим. Какую роль играет питание в жизни человека, и как продлить не только молодость, но и вести долгую, интересную и активную жизнь. Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!